на этой странной коробке не было ничего ни маркировки не инструкции не указание ее содержимого грузовой самолет доставил ее в берут ливан и она ожидая дальнейшей пересадки простояла в стороне целую неделю место отправки украина пункт назначения сирия в конце концов один из работников аэропорта случайно заглянул в отверстие возле крышки и чуть не упал прямо на месте внутри в этой деревянной тюрьме высотой всего 40 сантиметров лежали три живых сибирских тигренка человек сообщил за защитную организацию animals lebanon и они прибыли незамедлительно коробку открыли три четырехмесячных малыша лежали среди калой мочи голодные и обессиленные сотни паразитов ползали по шкуркам а подушечки лап потрескались и покраснели от воздействия нечистот при транспортировке тигрят в лечебницу они не могли даже подняться ничто не указывало что коробка содержала живых существ не было никаких подробностей от груза отправителя или получателя рассказали в соцсетях представителей и и это при том что сибирские тигры особо ценный исчезающий вид было установлено что зверей отправил украинский зоопарк г николаева тигрята были проданы аналогичному зоопарку расположенному в г-дамаск зоозащитники обратились в суд с просьбой не возвращать животных оставить их для реабилитации в беруте мы предоставили документы говорят они эти малыши были не единственными с 2012 года их мать родила по крайней мере 12 детенышей девять из них уехали в неизвестном направлении частным покупателям суд понимая что животные умерли бы без помощи л временно разрешили конфисковать тигрят однако продавец и покупатель животных усиленно борются за право забрать свой груз назад а тем временем две сестры и брат получили в распоряжении собственный дворик для игры у них не было имен только числовые коды поэтому первым делом тигрят решили назвать дали сибирякам родные имена мая тани и антон бедняжки постепенно отходят от трудного путешествия и уже проявляют характер мая самая храбрая и любопытная танюша ее верный соратник который везде следует за сестренкой антоша же добродушный и застенчивый уволень который пока еще глядит на всех с опаской теперь малышам остается только ждать что скажет суд такие котята на черном рынке могут стоить десятки тысяч долларов поэтому и хозяева будут бороться за них до конца а мы же будем надеяться что эта история закончится счастлива прежде всего для маленьких славянских тигрят их мордочки уже стали улыбаться и они ступили на путь доверия людям так путь же вся их дальнейшая жизнь сложится под знаком доброты а мы ждем твоего мнения относительно этой истории пиши нам в комментариях